ну в этой ситуации мы просто наша это самое мы уже здесь наши полномочия все окончено вызывай прокуратуру братом прокуратура вызывай что при горюк прокуратура всем привет сегодня выдам вам пакет бумаг который вам пригодится при открыт при незаконном отключении от электричества первое что нужно сделать это написать сообщение о совершенном преступлении желательно конечно видео заснять того что происходило ну как минимум аудио не пишите такое сообщение совершенно преступление отправляете через интернет приемную печатайте последнюю страницу вот здесь ставите роспись потом это все сканируете соединяйте вместе с другими страницами и отправляйте соединенные файл вместе с росписью вот по этим адресам через интернет приемные дальше следом иск в суд о незаконном отключении у меня такой иск уже приняли на сумму 500000 приняли не сразу со второго захода первый раз написали что там была двойная причина якобы не было до судебного регулирования и 2 якобы не было поставлено роспись нету специально сделал выписку из закона что подписью согласно законодательству рф является собственная наручная написанная фамилия а это было ну соответственно такой иск принят дальше если вас вызовут для дачи объяснений у вас есть выбор вы имеете право не ходить никуда потому что множество случаев выбор конечно за вами но я вам предлагаю другой вариант нежели ходить туда к ним за решетки и неизвестно что там с вами произойдет а такие случаи были когда люди просто из-за дела полиции попадали сразу в травматологию поэтому если вы не хотите ходить туда вы можете сделать следующим образом сказать что вы ни в коем случае не отказываетесь от дачи объяснений готовы дать объяснение но сделайте это удаленно в электронном виде для этого вы говорите чтобы все вопросы которые интересуют следователи или дознавателя вам выслали на адрес электронной почты ну или там любой мессенджер и готовите вот такой вот свой бланк заполняете печатаете его сначала меняйте все данные под себя потом полностью его заполняете ставите росписи даете вот здесь разъяснения объяснения ставите росписи соответственно тут все ответственности там по 306 и так далее то все тут росписи ставится данный бланк печатается ставится росписи опять же сканируйте и отправляйте в обратку следователю или дознавателю а вот чтобы она обязательно дошло советую использовать надежные способы отправки то есть вот я тут привел 6 как минимум 6 способов отправки первое это электронная почта второй через газ правосудие третье это почта россии в ценное письмо с описью вложения заказным уведомлением но третий способ он самый надежный но стоит денег можно съездить в живую в канцелярию и под штемпель в двух экземплярах один им остается один себе забирайте со штемпелем можно через интернет приемную отправить либо курьером курьером тоже платно и советую как минимум использовать два способа для отправки если вам придет постановление об отказе возбуждения уголовного дела ну тут я на примере показал как данную бумажку обжаловать обжалуется это вот таким методом тоже образец я предложил через жалобу в порядке пк 124 то же самое печатаете роспись и отправляйте в лигу это любым из шести способов также можете если вам придет подобный ответ вот мне тут ерохов ответил это высший начальник у мвд по городу сургут который год назад ушел с поста но мы ему в этом помогли всячески именно под его руководством в мвд по городу сургут работал целый как по-другому сказать 7 семейный клан бабушкиных четверо родственников прямых и у бабушкина в прямом подчинении находились его жена и двое детей ну вот здесь вот он сообщает номера куст по которым проводилась проверка их можно свободу свободной форме истребовать то есть я хочу чтобы меня ознакомили с материалами проверки по таким-то номерам куст не вот они все номера ну а дальше слушаем как грамминюк радион викторович который вынес вот это постановление оправдывается за то что написал неправду что я якобы от встречи и дачи по объяснению отказался при этом он не опросил никого тут вы не не найдете слова был опрошен опрошенный такой-то пояснил тут вообще нет таких слов не русина не матюшенко не других шесть лиц он не опросил и не привел ни одного доказательства не не привел ни одного мотива того что отсутствует составы преступлений просто отсутствует все в этой ситуации мы просто наша это самое мы уже здесь наши полномочия все окончено здравствуйте тут или снаружи у вас надолго нет мы проверили вас всех опросили поэтому как бы фах не установился ну все мы приобщили на него Ну, может быть, пять, зробь один, понимаете? Спасибо большое. Интересует этот отказной материал. Почему вы никого не опросили, документы никакие не исследовали? Вы ни протокол, ни... Вы в своей компетенции исследовали? Ну, в этой ситуации мы просто наши, это самое, мы уже, здесь наши полномочия, все, окончено. А у вас есть компетенции? И требуете доказательства, просите? Сейчас они пусть проверят, они нам укажут наши недостатки, если... Кто проверит? Сотрудники прокуратуры. Знаете, мы в свои возможности... Так что прокуратура проверила, надо же это обжаловать, они так не двигаются. Я не компетентен вообще по прокуратуре решать, как они будут работать. Ну, в этой ситуации мы просто наши, это самое, мы уже, здесь наши полномочия, все, окончено. Вот они, компетенты, мою работу контролируют, а их работу я не могу контролировать. Вот просто даже по своей служебной полномочиям я не могу это делать, понимаете? Так вы там вообще, какое-то постановление, извините меня, в детский сад какой-то, никого не опросили, никаких доказательств не привели. Никто там никого не опрошили. А все опрошили, все участвующие лица там опрошили. Почему вы говорите, что никто там не опрошил? Вы объяснение и с Матюшенко, и с Руси набрали? Там объяснение есть, да. А почему у меня, у Булгакова Антона Николаевича нет, объяснение нельзя. Ну, потому что Булгаков Антона Николаевича, он не пришел. Я же вам позвонил, говорю, Булгаков Антона Николаевича. А я же вам предложил через электронную почту направить вопросы. Я с электронной почтой тут не работаю, понимаете? Как не работаю? Условий тут нет с электронной почтой. Как ты не работаешь? У меня здесь нет электронной почты, понимаете? Ну, в этой ситуации мы просто, это самое, мы уже, здесь наши полномочия все окончены. Чтобы я там по электронной почте... Мне всегда следователи, дознаватели присылают вопросы на электронную почту, и я заполняю... Смотрите, в данный момент вы видите, вы приходите, мы с вами нормально общаемся. Как бы на тот момент я же вас тоже пригласил, вы же сказали, Я не могу прийти. Ну, я не знаю, что вас мотивировало, как вы можете... Ну, я занимаюсь... Если вы не можете, прийти, ну... Прийти не могу, но от объяснения я не отказывался, как вы и написали. Да, в данном случае. Да вы сами там вот даже по этому... Чего? В своих сетях там выложили наш телефонный разговор. Да, да. Там написано, я к вам не приду. Ну, не приду, и ты не знаешь, что я отказываюсь от объяснения? Я согласен, я согласен, что вы не отказывались от... Но почему вы написали, что я отказался от дать объяснение? Ну, это тот момент, так оно и было. Да не было такого. Я сказал, присылайте ваши вопросы. Я дам вам все объяснения. Мне материал придет, я вам вызваю. Я вам позвоню, вы придете. Я бы хотел ознакомиться с материалами проверки. Какие действия были произведены? Почитать объяснения Матюшенко. А где материал? Материалы у нас не хранятся, вы же знаете. Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже, здесь наши полномочия все окончены. Они у нас только первоначально обработаны. Ну, сейчас где в данный момент находится материал? Ну, нет, я не знаю. Я вот за месяц сделаю, допустим, около 200 материалов. Я не могу вам сказать. Хорошо, как я могу ознакомиться с материалами проверки? У нас в третьем отделе полиции есть кабинет учетно-регистрационного дизитного. В третьем отделе полиции у нас есть кабинет. Называется УРГ, учетно-регистрационная группа. Куда стекаются все материалы. Там он не хранится. Если он с прокуратуры пришел, значит он там и находится. Понимаете? Если он придет в прокуратуру с указанием мне сделать то-то, то-то опросить Булгакова или опросить еще там соседей или еще кого-то, значит он попадет ко мне. Но на данный момент его у меня нет. Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже, здесь наши полномочия все окончены. Просто некрасиво. Когда я не отказываюсь от дачи объяснения, а вы пишете, отказался? Ну, давайте это видео попробуем, посмотрите. Так, а что его смотреть? Я знаю. Я его 20 раз пересматривал, пока монтировал. Я же вам говорю. Я знаю, что там сказано. Значит, подойдите, дайте объяснение. Вы сказали, я не подойду. Родион Викторович, я вам поясню. В течение полугода, если вы помните, я путешествовал по стране. Потому, что меня вынесли в дверь к квартиру. Да, в дверь к квартиру. Я полгода путешествовал. И за эти полгода я штук, наверное, 20 объяснений давал по электронной почте. Антон Николаевич, я не знаю, кому вы... Я не мог никуда. Может, люди к вам как-то... Я не мог никуда прийти, приехать. Но я это все делал удаленно. Я то же самое говорил. Приехать не могу. Но присылайте ваши вопросы на электронный адрес. Но я вам даже предложил прийти к вам. Вы тоже сказали. Вы не будете называть, где вы находитесь. Но я же не могу вас насильно заставлять. Это вот приходите. Ну, а по электронной почте-то могли направить? Ну, нет у меня электронной почты. Ну, хорошо, нет. Ну, а зачем писать неправду, что я отказывался? Ну, в этой ситуации мы просто... Это самое... Мы уже здесь наши полномочия, все. Окончено. Я не отказывался. От дачи объясни. На тот момент, получается, вы отказались. Нет. Вы же сказали, что вы не придете. Вы сказали, что вы не придете. Это вы отказались дать объяснение. Нет. Ничего нет. Вы же отказались. Теперь говорите, я не отказался. Там написано, я к вам не приду Ну не приду, это не значит, что я отказываюсь от объяснения Я согласен, я согласен Если вы сказали, что вы не придете, это вы отказались дать объяснение Ну не приду, это не значит, что я отказываюсь от объяснения Я согласен, я согласен Если вы сказали, что вы не придете, это вы отказались дать объяснение Да я не против вас взять объяснение, понимаете Просто мне сейчас это немножко сложно будет, потому что у меня нет Ну в общем так, я это ваше решение Давайте так, материал придет ко мне Там будет написано Опросить Булгакова Я звоню Антону Николаевичу Говорю, Антон Николаевич, материал у меня Антон Николаевич мне говорит Или он придет дать объяснение Или он не придет дать объяснение Ну там то же самое может быть Я скорее скажу, что я не хочу к вам приходить Ну, если вы не хотите ко мне приходить Тогда мне что написать Но я так и напишу, что Антон Николаевич не хочет ко мне приходить Вот как вы мне скажете, так и я напишу Ну так, вот если бы вы написали Что он не захотел прийти Но от объяснения не отказался Это была бы правда Вы сами мне сказали, что вы объяснение давать не будете Я такого не говорил, переслушайте Давайте Если она у вас где-то просто рядом Вы же обычно В ютубе все лежит Четко вы говорите Я вам четко там сказал Присылайте на электронный адрес Ваши вопросы Телефон есть Компьютер есть Открыть электронный адрес Две секунды В этой ситуации Здесь наша полномочия Все окончено Ну ладно, сейчас Антон Николаевич Вы задавите вопрос в ходу материала У меня нет материала Вы можете прийти сейчас в третий отдел полиции Кстати Я так понимаю, вы доверенное лицо Я ошибаюсь Кто-то же у вас доверенное лицо Приходил и писал заявление До сих пор ответа нет Ну это я не могу сказать В принципе такой порядок Вы пишете заявление, вам предоставляют материал Так а сколько можно писать Я уже по разным вопросам писал Просто игнорируют Это я вам не могу сказать Вот есть А мне что делать А мне что делать Так обращаясь тоже игнорируют Ну в этой ситуации Мы просто наше Это самое Мы уже Здесь наши полномочия Все Все окончено Ну я не полномочия Сейчас где-то пойти Взять Даже я даже не за Где материалы Даже посмотреть не могу Где-то материалы Это ясно Ну я вам хотел сообщить Что я данное решение Ваше Обжаловал через прокуратуру Ну это ваше право И буду добиваться Возбуждения уголовного дела Законное право Вы имеете полное право Обжаловать Как мои действия Так и выше стоящих Возбуждения уголовного дела Ну это в принципе Это все у меня Мне радио Просто это один раз Когда-нибудь надоест И я буду каждого Вытаскивать из суд Каждого И буду допрашивать Как свидетель Вызывай прокуратуру Прокуратура Вызывай что Игорек Прокуратура Здравствуйте Действительно А вы почему в суд Не являетесь Безуважительной причиной По качеству питьевой воды На сегодняшний день Решено следующим образом Питьевая вода Соответствующего качества Заняты были Или болели Антон Николаевич Булгаков Вы меня прекрасно знаете Сейчас, одну минуту Можно я вас попрошу Одновременно не говорить Можно я вас мчать Да, я тогда Когда возьму слово Поговорю с прокурором Благодарств Прошу вас продолжать Под видео Я не отказываюсь Если мне не скажут Куда надо прийти У меня просто не остается Другого У меня просто не остается Другого выхода Почему? Я исполнитель Я Написал Я должен отвечать За свои действия В принципе Я так это понимаю Такого нету Чтобы, знаете Я написал А потом говорю Ой, извините Извините Я так не написал Не дописал Или еще что-то Ну вот это мое сообщение От 4-го числа О совершенном преступлении На 5 страниц Вы его видели Оно входит В материалы От 4-го чего? 4-го марта Ой, это февраля От 4-го февраля Не могу сказать Я написал сообщение О совершенном преступлении Все эти заявления Сообщения Они В принципе Соединены в одно дело Я получил уже ответ От Ерохова Что они все объединены Приобщены К 19-30 К УСПУ Однако Я там не видел Вы рассматриваете Только выделенные Уголовные статьи А у меня там Штук 30 Уголовных статьи Все, что у нас Попетенцы Мы отработали Ну В этой ситуации Мы просто Наша Это самое Мы уже Здесь наши полномочия Все Окончены Тем более Вы обжаловали Знаете Что опять придет Сейчас на доработку Будем дорабатывать Я крайне Недоволен Вашей работой Ну Стараемся Я крайне Недоволен Вашей работой Ну Стараемся Я помню Ваши слова Когда вы говорили Что вы Как между наковальными Молотом Но Я вам хочу сказать Что я не хочу Быть ни наковальными Ни молотом Я хочу Чтобы мы Все понятно Трудились Вообще Вообще Благо Сейчас придет Потерял Будем смотреть Если что-то не доработать Будем дорабатывать Благодарствую До свидания Ну В этой ситуации Мы просто Наша Это самое Мы уже Здесь наши полномочия И все 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 Окончил Все Субтитры 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 Субтитры